Здравствуйте, добрый день. С Жан-Поль Гишард я познакомился в 1996 году во время первого посещения университета Ницца. Он приложил много усилий по укреплению международного сотрудничества университета Ницца Софии Антипольс с российскими и другими вузами стран Восточной Европы. Поэтому после организации в 2009 году Международной Академии Конкор я привлек Гишард к деятельности этой академии. В настоящее время наиболее активно идет сотрудничество с вузами Казахстана. Заметим, что история высшего образования в Ницце начинается с 17 века, когда в городе была основана юридическая школа. В 1989 году к названию университет Ницца было добавлено Софии Антипольс. Это было сделано, чтобы показать отношения, связывающие университет с технологическим парком Софии Антипольс, расположенным неподалеку и специализирующимся в области информатики, электроники, фармакологии и биотехнологии. В настоящее время создан кластер высших учебных заведений на французской ривьере, названный университет Лазурного берега. Приведем отрывки из рассказов Ирины Смирновой о Лазурном береге. Ницца – столица Лазурного берега. Ницца – город с интересной историей. Когда-то греко-римское поселение, а затем рыбацкая деревушка со временем превратилась в популярный курорт. Мягкий климат, теплые зимы привлекали сюда, в бухту ангелов, множество гостей. И первая среди них – королева Виктория, влюбленная в Лазурный берег. Следом за ней сюда отправились английские аристократы, началось обустройство местности, строительство отелей и увеселительных заведений. А потом уже и русские богачи подтянулись, украсив Ниццу шикарными особняками, прекрасными садами и куда уж тут денешься истинно русским разгулом. И этот аристократично разухабистый, почти неуловимый дух прошлой жизни и сейчас витает над Ниццей. Здесь каждая улочка, каждый дом имеют свою историю, можно бесцельно бродить среди красивых зданий, по уютным скверам и наслаждаться видами. Но всю Ниццу ногами не обойдешь, город большой и разбросанный, много всего интересного из разных эпох. Такое ощущение, что Ницца – это как бы несколько городов. Первый – это старый город, узкие улочки, раскрашенные в яркие цвета дома, церквушки, кафедральный собор, средневековые особняки. Второй город – город особняков прекрасной эпохи, торжественной, изысканной и помпезной. Рассматривать его можно бесконечно, широкие бульвары, проспекты, изящные фасады с лепниной и ковкой, балкончики, увитые цветами, шикарные виллы. При этом в Ницце много и современной архитектуры, парк Феникс с азиатским музеем, музей современного искусства, авангардная скульптура. И все это, на фоне сохранившихся древностей, археологический музей и зона раскопок на холме с семьей музея первобытного человека, развалины шатои средневековые форты. Многогранный город, в котором каждый может найти что-то свое. Между старым городом и портом находится живописный холм, который называют шато. Уже с 10 века здесь текла размеренная городская жизнь, возвышался замок, собор, жилые дома. На горе жить было безопаснее, с нее открывался прекрасный обзор, врагов можно было заметить заранее. Но со временем народ стал спускаться с холма, строить дома на побережье. А при Людовике 14 в 1706 году был разрушен и замок, сохранилось всего лишь несколько элементов укреплений. Зато сверху со смотровой площадки сейчас открывается потрясающий вид на старый город. Бывший жилой квартал в нижней части холма отдали под кладбище, которое со временем превратилось в некрополь, где стали хоронить знатных жителей города, представителей русских, английских и французских аристократических семейств. Порт Ниццы – великолепное зрелище. В ожидании пассажиров выстроились круизные красавцы, стоят многочисленные яхты и другие морские атрибуты состоятельной жизни. Площадь Гарибальди – центр старого города. И наконец английский променад с его шикарными отелями, среди которых чистым бриллиантом переливается знаменитый отель Негреска. Все знатные особы, приезжавшие в Ниццу, стремились остановиться в этом отеле, построенном в силе прекрасной эпохи и поражавшем воображение гостей своей роскошью и комфортом. В начале 20 века, перечисляя сильных мира сего, легче было назвать тех немногих, кто не останавливался у Негреска в Ницце. И конечно, вокруг каждого имени легенды, говорят, в Негреска останавливался великий пианист Рубинштейн. Играл для гуляющей публики, среди которой весьма нередко попадались любители чужих карманов. Но и карманникам не чуждо было прекрасное. Однажды один их них после концертов Рубинштейна совершенно искренне воскликнул, какие пальцы. А какой фигней занимается? Пониться надо гулять пешком, особенно по старому городу, несущему на себе память итальянского прошлого. Ах, эти средневековые грязноватые переулки-заковулки с вывешенным бельем. Здания немного потертые и замшелые, стоят близко друг к другу, очень высокие, поэтому здесь комфортно гулять и в жару, все время тень. Старый город интересен, здесь столько нарядных дворцов, былой знати, церквей, милых ресторанчиков, ремесленных мастерских, художественных галерей и музеев. А как приятно покопаться в многочисленных сувенирных и парфюмерных лавочках. В флакончике с розовым, лавандовым, фиалковым маслом хранятся долго, открываем их, вдыхаем аромат, и с этим ароматом в наши привычные квартиры влетает ница, аристократичная и демократичная, чопорная и разудалая, в вечерних костюмах и шортах, такая разная и такая любимая. Канны, город фестивалей. Канны, Канны, Канны. Что слышится в этом названии? Ласкающий шум прибоя, ажурная пена или может роскошные наряды и блеск бриллиантов? А может, знаменитая красная лестница и ослепительные улыбки кинозвезд? Возьмите бирюзу, изумруд и лазурит, перед вами будет небо над Каннами, возьмите бриллиантики, рассыпьте их, и вы получите облако над нашими горами, а чтобы представить себе море, возьмите. Нет, ничего не берите. Только билет на поезд, чтобы приехать в Канны и посмотреть, какое оно. Писал о Каннах про спермерими. Да, прочитав такие восторженные слова, так хочется воскликнуть «в Канны, в Канны». А между прочим, прославленными и знаменитыми Канны стали совсем недавно, до этого же были просто небольшим рыбацким городком. В античные времена здесь располагался военный лагерь римлян. Позднее Канны принадлежали монахам, жившим в местном монастыре. На вершине холма ими была выстроена башня высотой 22 метра для наблюдений за пиратами. Там она и стоит до сих пор. За свою многовековую историю Канны видели и нашествие варваров, и сарацин, приходивших сюда заправляться вином и золотом. Через город проходили войска, следовавшие в Италию, Францию, Испанию. В 1815 году Наполеон, вернувшись с Сельбы, высадился в Каннах, но город не оказал ему радушного приема, жители были роялистами. Однако, какими непоследовательными они в конце концов оказались, когда-то заставили бывшего императора повернуть к Грассу, а сейчас каждый год устраивают театрализованное представление высадка Наполеона на Лазурном берегу. Настоящим рождением Канн считается 1834 год. Тогда по Европе путешествовал лорд Генри Бракхюм. Вместе с дочерью Элеонорой Луизой он направлялся в Италию, но разразилась холера, король Пьемонта закрыл границу с Францией, и лорд вынужден был остановиться в Каннах, в единственном трактире, который там был. Небольшой укрытый порт, сосны, эвкалипты, оливковые деревья, вкусный рыбный суп привели лорда в такой восторг, что он решил здесь обосноваться, построил замок и проводил здесь каждую зиму вплоть до своей кончины. Слухи о целебном месте быстро разнеслись среди английских аристократов. В Каннскую бухту потянулись англичане, вслед за ними французы и русские. Богачи возводили виллы, начались работы, по строительству порта и променада вдоль побережья, была построена железная дорога. Канны получили репутацию климатического курорта, здесь лечили многие болезни, и конечно бесчисленные аристократы и миллионеры, известные люди искусства гуляли, общались, отдыхали. Но этим отдыхающим надо было создать условия, и вот уже в Каннах строятся отели, пансионы. Отдыхающих надо было развлекать, пожалуйста, возникают новые виды отдыха. Брат императора Александра Третьего, великий князь Михаил организовал гольф-клуб, появилось общество регат Канн, яхт-клуб, после Первой мировой войны стали регулярно проходить регаты, получившие название королевских. Но королевские особы и кормить надо было по-королевски, а потому в городке открываются рестораны, они здесь на каждом шагу. Ну и конечно казино, привлекающее миллионные состояния. Вдоль набережной посадили диковинные растения, апельсины, лимоны, африканские пальмы, эвкалипты, мимозы. Так небольшой рыбацкий городок превратился в шикарный курорт. В начале 20 века благоденствия модного курорта нарушили мировые войны. Гости не приезжали, и Канны опять стали впадать в провинциальное. Забытье, и только состоявшееся в 1946 году в городе Первый кинофестиваль вывел Канны в число самых известных городов мира. Лучше всего начать знакомство с Каннами со смотровой площадки Круазет в старинной части города село Холма Сюкио, где расположена площадь и замок Кастр 12 века, который принадлежит монастырю. Отсюда город, как на ладони, его красные крыши удивительным образом сочетаются с лазурным цветом моря и белоснежными яхтами. А какие симпатичные домики расположены здесь. Узкие улочки возвращают нас в далекие времена античности и средневековья, бродить здесь одно удовольствие. С холма спускаемся вниз и ступаем на святая святых Канн, набережную Круазет. Хотите почувствовать запах богатой жизни, запах благополучия и миллионов? Вам сюда. А вот и дворец фестиваля и его знаменитая лестница, именно здесь проходит прославленный Каннский кинофестиваль. Неподалеку разбит обширный парк, целиком засаженный розами. В парке аллеи с отпечатками рук великих актеров и режиссеров, среди них отпечаток руки Татьяны Самойловой. Главная награда в Каннах, золотая пальмовая ветвь, присуждается лучшему полнометражному и лучшему короткометражному фильмам. История кинофестиваля началась еще до Второй мировой войны, когда власти городка стремились привлечь сюда большее число отдыхающих и подарить им праздник искусства. Открытие фестиваля назначили на 1 сентября 1939 года. И вот наступил торжественный день, в Каннах открылся кинофестиваль. Но на следующий день фестиваль был закрыт, началась Вторая мировая война. И только в 1946 году Канны по-настоящему вкусили звание столицы кинематографа. Первый Каннский кинофестиваль удался, он совместил в себе требования гостей и устроителей, легкого праздника с серьезностью подхода жюри к отбору фильмов. За первым фестивалем последовал второй, и вскоре маленький городок стал известен всему миру. В угоду богатым туристам и респектабельным гостям возникли дорогие отели, шикарные магазины, проспекты для прогулок. В последние годы Жан-Поль Гишард опубликовал несколько монографий, посвященных актуальным геополитическим вопросам современности. Выводы Гишарда неутешительны. Вместе со своими коллегами Антуан Брюно, Лоран Эсташи и Ален Каригу, он считает. Эскалация по направлению к агрессии началась в 2014 году, вторжение в Украину показывает со всей ясностью, что Россия, где ложь и фальсификация истории банализированы, стал с Путиным империалистическим и тоталитарным. Началась борьба между двумя блоками, одна собрала Россию и другие тоталитарные страны вокруг Китая, стремящиеся к мировой гегемонии, для сопротивления этому образовался альянс либеральных демократий вокруг США. Война в Украине демонстрирует этот разрыв, начавшийся с мировой инфляции, которая в значительной мере вызвана китайскими политическими решениями, и показывает существование альянса Москва-Пекин, официализированного 4 февраля 2022 года. Это конец иллюзий о счастливой мондиализации, мир входит отныне в новую холодную войну.